Законопроект о контрсанкциях и назначении Алексея Кудрина, главой счетной палаты. Об этом поговорим с главой фракции ЛДПР в Госдуме Владимиром Жириновским. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, в чем суть законопроекта и сможет ли он нанести экономический ущерб недружественным странам? И не получится ли так, что это навредит некоторым россиянам? Ну, в истории санкций им уже более двух с половиной тысяч лет. Санкции против нас постоянные, это уже тысячи сто лет почти. И мы впервые решили тоже принять закон, который позволяет ответить на введенные против нас санкции. Закон ограничивает сотрудничество между теми странами, которые к нам недружественно относятся, в рамках государства. Ограничение сотрудничества с юридическими лицами, с организациями любимыми. Ограничение ввоз к нам любых товаров, продукции и вывоз от нас любых товаров, продукции. Запрет на въезд. Будет список там. 100 американцев не имеют права въезжать на территорию нашей страны. Отказ в трудоустройстве. Сотни американцев работают. Консультанты, эксперты, преподаватели. Мы можем предложить им покинуть отказ в участии в приватизации имущества, в оказании каких-то услуг, в любой деятельности на нашей территории. Но это не означает, что так и произойдет. Если это нам пользу принесет, то закон позволяет правительству обратиться к президенту, получить согласие, и та или иная санкция будет введена. Граждане никак не пострадают. Все, что они завозили из-за границы, имеют право, этот закон никак не ограничивает. Это ограничение на договора по вывозу или по ввозу, или в отношении иностранцев. И это только ответные меры. И перечень конкретный определяет только правительство. Мы, депутаты, в этом не участвуем. Правительство лучше знает, где нам выгодно ограничить деятельность и ввоз. И вводятся указом президента. И в обратную сторону президент предлагает правительству и отменяет те или иные ранее введенные санкции. Кроме этого, Совет Безопасности нашей страны, как такой высший военно-политический орган, тоже может обратиться за введением каких-то санкций или их отменой. Но последнее слово у президента, а конкретику вводит правительство. Мы свою миссию выполнили. Мы дали правовое обоснование. Закон может быть мертвым. Мы никогда им не воспользуемся. Но он есть. Как закон, разработанный Евросоюзом в 1996 году. Это 22 года назад. Чтобы нейтрализовать санкции, которые США собирались ввести против Евросоюза. Вот он 22 года не действовал. В этом году они собираются его ввести в действие. Поэтому закон нужный, хороший. Защищает наши интересы. Заставляет задуматься тех, кто пытается нас пугать. Или хотя бы нам наносить экономический ущерб. Что у них тоже будет ущерб. Вот их космонавтов некому будет доставить на космическую станцию. Это наши корабли. Это у нас самые мощные в мире ракетные двигатели. Самое настроение у вас. Мы прекратим поставку соответствующего металла. Титана, алюминий и так далее. То есть они подумают несколько раз, прежде чем ввести какую-то санкцию. Понимая, что теперь и мы будем вводить контрсанкции. Поэтому они нас пугали 20-30 лет, а вообще 100 лет. Теперь мы их не пугаем, а конкретно немедленно введем те санкции, которые нейтрализуют их санкции или заставят их не вводить. Те меры не принимать, которые нам будут мешать. Поэтому это нормально. Все это в порядке двухсторонних отношений. И все это характеризует одно. Что это влияет на экономику. Это способ американцев душить, давить, ослаблять те страны, которые являются для них конкурентами. Россия конкурент для США. Мы самое мощное в мире государство. Поэтому они много лет уже такими санкциями пытаются нас притормозить. Но когда мы анализируем применение санкций, мы видим, что результат обратный. Мы сами будем производить те товары, которые раньше у них покупали. Мы сами будем создавать те машины и приборы, которые раньше у них закупали. И лет через 10 санкции они отменят, а мы у них уже не будем покупать. То, что покупали раньше, ибо мы сами будем производить. Возьмите сельское хозяйство. Мы уже производим почти все, что нам надо. И в таком количестве, что мы экспортируем. Поэтому любые санкции имеют последствия, что страна, против которой вводились санкции, становится сильнее, мощнее. И санкции своего результата положительного не достигают. Мы уверены, что те санкции, и мы видим это позиции Евросоюза, Италия, Германия, многие страны, хотели бы скорейшего отмена санкций против нас, с тем, чтобы мы отменили санкции, введенные против них. Только США. Единственная в мире страна, которая не может честным путем сохранить свое экономическое могущество, преимущество, и пытается через экономическую войну подавлять своих конкурентов. Вся Европа против США, весь мир против США. И мы самая сильная страна, которая сегодня имеет закон, по которому мы будем наказывать США, а не США будет наказывать нас. Владимир Больфович, Вы сказали, что правительству лучше знать, какие ограничительные меры вводить. Когда именно Вы ждете конкретных уже предложений от правительства? Ну, это правительство заработает, им еще неделя всего. В пятницу будет неделя. Они еще должны осмотреться, и они перечень установят, президент утвердит, и они уже вводят. То есть от нас это уже больше не зависит. У них есть возможность. Они увидят, какие товары следует ограничить для ввоза. Ну, допустим, какой-то алкоголь. Мы сами производим его. Вон коньяк, сколько его в Дагестане, в дружественной Армении. А что нам везти его, допустим, из далеких стран? Из Британии, из Америки, из Франции. То есть мы можем ограничивать ввоз. Перечень будет такой, чтобы нам это не вредило, но по их рынку, по их доходам било бы. А мы все это купим у себя, у ближайших соседей. И по Америке, я уже сказал, есть те вещи, которые публично никогда не говорили, но мы же помним, что они у нас купили с большим удовольствием огромное количество обогащенного оружейного урана. Им нигде его не взять никогда. Мы им продавали. Это комиссия Гор, Черномырдин. Вот они очень много получили. А мы могли везти эмбарго тогда и мешать им покупать. Потому что уран и обогащенный, или уран как топливо для атомных станций, он очень дефицитный. Поэтому очень много позиций, где мы можем повлиять на американцев, и они сами откажутся от отдельных санкций, которые ввели против нас. Но все это решает правительство, и оно не последняя инстанция. Утверждает президент и вводит в действие своим указом. Поэтому никто не должен обижаться на депутатов. Мы не определяем, что нужно ограничивать для ввоза или для вывоза, или какие-то услуги, каких-то людей. Это все делает правительство. Министр образования скажет, 20 американских профессоров, они уже плохо работают, давайте прервем трудовые отношения. И они покинут территорию России. Каждый министр в своей сфере увидит. Или мы сами производим какие-то приборы, сами производим какую-то продукцию. То есть профильные министры дадут предложение председателю правительства, составится перечень, утвердят, президент несет указ, и начнутся санкции против США и любых других недружественных стран, которые совершают действия против экономики России или против граждан России. Владимир Вольфович, вы сказали, что этот закон вообще может оказаться мертвым, но если он все-таки вступит в действие, вы считаете, что он будет эффективным? Конечно, когда я употребил слово «мертвый», я сказал, что это не означает, что мы завтра начнем сокращать ввоз в страну всего того, что нам навязывают. Но если они начнут снимать свои санкции против нас, то мы даже не успеем ввести санкции против них. Вот новое правительство Италии уже ставит вопрос, возможно, о выходе Италии из этого режима санкций. Поэтому, если Запад, Америка и другие страны увидят, что им принятый нами закон может нанести ущерб, они начнут выходить из отдельных санкций, отменять отдельные санкции. В целом мы, наконец, избавимся от этого. Но если не будут делать, то мы все сделаем, чтобы закон заработал в пользу России. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал. Оставляйте комментарии, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok